В этом году жители муниципалитета подготовили 160 проектов. Правда, эта цифра еще может увеличиться. Обработка поступивших проектов и выгрузка их на сайт премии продолжается. В этом году немножко побольше. В том году было 147 проектов. А вот члены инициативных групп, которые реализуют эти проекты, их в этом году набралось около 1000 человек. За 7 лет проведения конкурса от Ленинского района было направлено более 2000 проектов. Его лауреатами за это время стали более 270 наших земляков. Призовой фонд составил около 21 миллиона рублей. Только в прошлом году премию получили 56 жителей муниципалитета. В 2019-м со всей Московской области премию получат всего 1000 участников. Поэтому конкуренция будет жесткой. В прошлом году 2018 победителей было определено. Вы понимаете, в два раза сокращается количество победителей. Но призовой фонд остается тот же самый. Он все эти годы не меняется. Поэтому 1000 проектов получат премию по 180 тысяч рублей. Более 80 победителей прошлого года – члены общественных организаций. Председатель Ленинского районного отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» Владимир Безбожный три раза успешно участвовал в премии. Решил попытать счастье и на этот раз. Надеется на победу и руководитель проекта «Сильный духом, добрый сердцем» председатель Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Рящина. А член общественной палаты района, волонтер Ольга Вавилова, которая участвует в премии уже в четвертый раз, рассказала, что в проекте главное. Важно, возможно ли этот проект масштабировать и делиться с коллегами из других районов. Важно, насколько насыщена деятельность. То есть это не разовый какой-то проект, а действительно проект, который может развиваться из года в год. В этом году в премии «Наша Подмосковья» четыре номинации «Творческое и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв и экология». В категории «Творчество и духовное наследие» более 50 проектов стали участниками. «Волонтерство и благотворительность» номинации, она чуть немножко, на немножко отстает от предыдущей номинации. Более 40 участников. Среди участников этого года люди самых разных возрастов и профессий. Мы уже рассказывали вам о некоторых из них и продолжим знакомиться с искателями премии дальше. Следующий этап – презентация проектов. В нашем муниципалитете она традиционно пройдет в Дворце Спорта «Видное» 6 сентября с 10 до 18 часов. У каждого из участников на презентацию своего проекта будет не более трех минут.